Здоровенькие ребята, вы на канале Фордмаг. Ну что же, шокирующие ужасы кота Гарфилда, что он скрывает за собой. Ой, вот мы добрались до Гарфилда, блин, вот скажу так. Я, честно говоря, в свое время вот просто не понимал, почему все так начали говорить про Гарфилда и про шутку с лазаньи, а потом, когда я увидел эти самые видосы, я охуелся с выражения, потому что это жесть. Просто стрёмный Гарфилд с этими тентаклями, клешнями, которые хочет сожрать своего хозяина. Просто, просто из комментариев, ребят. Хотя мне еще хватило того жуткого видео про поехавшего Джона, кто помнит, тот помнит жуткую анимацию. Но давайте узнаем, какие же ужасы скрывает наш Гарфилд. Погнали что-ли, блин. Почему интернет превратил кота Гарфилда в настоящий фильм ужасов? Что на самом деле скрывается в истории про него? Что такое лазанья-кот? И почему он подверг зрителей в шок? Вы никогда не сможете смотреть на Гарфилда так, как раньше. Не отходите далеко. Всем массовый зрел. Если так поразмыслить, что для нас интернет? Место, в котором вы первый раз написали в комментах первы нах? Место, в котором вы нашли друзей по интересам? Место, где вы словили вирусы, пока лазили по подозрительным сайтам? Мы можем вносить разные смыслы в безграничное понятие. Мммм. Songs of Fate and Devotion, причем, на фоне, по-моему. ...интернета, но я хочу поделиться своим взглядом. Мне кажется... Да, это, по-моему, Walkin' in my Shoes от Depeche Mode. Интернет во многом работает на то, чтобы разрушить нашу невинность. И я даже не про видео, которое вы... Да ёперли тебя отрэпить! Извините, у меня просто небольшая ненависть на Enjoy the Silence, потому что это когда я хотел искать какие-нибудь прикольные такие посты или интересные моменты с дебежами в ТикТоке, мне подалось только эта сраная песня, только Enjoy the Silence. Её реально возбили в какую-то абсолютность, извините. ...открыть для себя, внезапно убрав галочку в графе «Безопасный поиск ВКонтакте», я про то, как какие-то детские невинные вещи обрастают теориями, которые переворачивают всё с ног на голову. О том, как создаётся фанатский контент, что заставляет нас взглянуть на героев детства под другим углом. Зачастую чьи-то интернет-суждения кажутся просто бредом сумасшедшего, у которого было слишком много свободного времени. Но иногда некоторые вещи могут реально заставить взглянуть на персонажа иначе и даже напугать. Ох, Митк... Митклинт пиздец. ...восьмибитное черно-белое видео под названием «Расслабься, Джон», где жуткий кот Гарфилд идёт к своему плачущему хозяину, что лишился работы и говорит тому, что Джон слишком много нервничает и это вредно для здоровья. Кот включает Джону жутковатое видео, что заставляет того сходить с ума, и Джон теряет связь с... Блин, конечно, анимацию мы почти не... ...реальностью. Блин, откуда вообще взялась такая жесть? Причём здесь Гарфилд? Разве этот персонаж не был весёлым? Хотя что вы вообще помните и знаете о коте Гарфилде? Я любил читать комиксы о нём в журнале под названием «Классный журнал». Помню, что не сразу понял, что эти комикс-три... Прекрасный комикс-трипа, на самом деле. Как и Кельвин и Хоббс. Не помню, что там ещё в классном журнале было. Но точно помню, что Гарфилд и Кельвин и Хоббс, и я их зачисовал постоянно. Трипа нужно читать в режиме «Короткая история на три панели». И первое время наивно думал... Как раз это не три, а вообще-то четыре панели. Что там есть какой-то глобал... А, и... Хотя когда как. Вот, например, тут три панели, а вот нижняя, да, четвёртая, по-моему. История на три панели. И первое время наивно думал, что там есть какой-то глобальный сюжет. Помню, фильм про Гарфилда, он вроде был неплохой и... Вы о чём-нибудь сожалеете? О Гарфилде, возможно. Но вообще, если так подумать, ощущение, что Гарфилд был... Эх, бедный был Мюррей. ...со мной всегда. Я внезапно вспомнил, что в глубоком детстве мне подарили открытку на день рождения, где был Гарфилд с плюшевым медведем. И я тогда даже не знал, кто он. Вообще, если так подумать, Мерчендайз с ним всегда был где-то рядом. Гарфилд — это будто неотделимая часть бытия, которая ассоциируется с беззаботным детством. Так почему же в интернете с ним так много жести? Что будет, если ввести на ютубе Гарфилд? Найдутся отрывки из мультсериала, или фильма, или разбор комиксов? Нет, находится лютая крепота. Почему? Потому что интернет — странная штука, и кто её вообще поймёт? О нет, поверьте, Гарфилд — это особый экспонат. What the fuck? Вот как хорошо вы помните, на чём строился типичный юмор Гарфилда. Давайте прямо сейчас просмотрим немного комикс-стрипов. Перед нами откроются либо шутки, основанные на том, что Гарфилд очень любит поесть, либо на том, что он очень ленивый. Хотя, не только. Вот Джон предлагает своему коту обняться, на что тот заявляет, что коты ненавидят публичное проявление привязанности. Или Гарфилд обзывает Джона бродягой, которого якобы тот приютил. Или называет его скучным. Или говорит, что тот даже на другой планете не найдёт себе девушку. Ну, в этом-то и смысл. Гарфилд, по-самом деле, так тот ещё грубиян во многом. Реально грубиян, который просто хочет, чтобы ему было зашибись. Или кидает ему тарелку с едой в лицо просто от скуки. Или засовывает Джону в ухо морковь. Или собирается кинуть в него шарик с водой. Или осознанно бьёт того газетой, хотя Джон наивно думает, что Гарфилд хотел просто попасть по пауку. Или утверждает, что абсолютно весь женский пол не заинтересован в свидании с Джоном. Почитав Гарфилда, вы с ужасом обнаружите, что большинство юмора в историях о Гарфилде построено на том, что Гарфилд унижает Джона. На словах или же физически. Эти вроде как... О, ранний комик-стрип где-то. Он ещё такой более расхабаневший. Смешные короткие сюжеты построены на том, как Джон жалок. Гарфилд. Да, я знаю, это жестоко, но это моя работа. Это звучит довольно стрёмно, если вы помните Гарфилда как смешного компьютерного кота, который потешно плясал под модную музыку в фильме. Вот здесь даже сам Джон спрашивает, это моё воображение или ты пытаешься оскорбить меня при каждой возможности? На что Гарфилд отвечает, это если предполагать, что у тебя есть воображение. Гарфилд готов назвать своим лучшим другом вырезку мяса, но только не Джона. Или даже кондиционер. Мы можем уверенно сказать, что этих двух связывают довольно токсичные взаимоотношения. Но есть ли у Джона вообще альтернатива? Вот вы часто видели в комиксах, как Джон общается с друзьями? Да, на самом деле нет. Там вот так непонятно, что случилось с его одним родственничком. Тусуется там где-нибудь? Нет. Его основной собеседник это его кот. Если у Шегги отнять Скуби-Ду, у него останутся другие члены команды Тайн. Если у Бэтмена отнять Робина, у него останется Альфред. Если у Джона забрать Гарфилда, он останется один. В этом плане очень показателен проект под названием «Гарфилд минус Гарфилд». Здесь из комикса просто вырезан Гарфилд. На его месте пустота. Такая идея может на первый взгляд показаться абсурдистски забавной, но если вы почитаете хотя бы парочку этих комикс-стрипов, вы стремительно погрузитесь в экзистенциальную жуть. В будни одинокого человека, который разговаривает сам с собой, приходя к выводу, что он скучный. Или к тому, что у него упала самооценка. Что ему одиноко. Или же будете наблюдать сюжет, в котором Джон просто сидит, и ничего в его жизни не меняется. Это депрессивненько, что пипец. Можно предположить, что при всем ужасном отношении Гарфилда к Джону, это его единственный постоянный собеседник. Больше у Джона попросту никого нет. И, похоже, пришло время нам поговорить про канал Лазанья Кот. 14 января 2008 года на этом канале появились 27 видео, которые повторяли сценки из комикса Гарфилд с последующим закадровым смехом. После чего следовали музыкальные вставки в местами довольно странном психоделичном виде. При этом каждое видео заканчивалось данью уважения к создателю Гарфилда Джиму Дэвису. Люди гадали, что это за перформанс такой, но ответ вовсе не спешил. Сменялись месяцы, а новых видео все... Креповато, девножко. То есть, знаете, вроде издалека похоже на такое обучающее видео или детское шоу. Знаете, где просто такой Джон, типа, «Здравствуйте, это я Джон, а это Гарфилд, и сегодня вам расскажем то-то-то». Блин, на то ли... Вот это отчасти выглядит мило, а потом когда копаешь и понимаешь, что, к сожалению, таких вот... Много таких, знаете, произведений, которые выглядят как детское что-то, а потом оказывается, что это такой трешак, от которого лучше убирать подальше даже взрослых людей. Не было. За ними шел год, второй, но ничего. Лазанья Кот мог бы совсем затеряться в летописях интернет-контента, если бы спустя 9, вдумайтесь, 9 лет, не вышло бы новое видео, в конце которого было написано про телефонный секс-опрос. Че? А вот это откуда взялось? Позже вышел довольно дорого выглядящий трейлер, где говорилось, что новые серии «Лазанья Кота» вернутся только если вы позвоните по определенному номеру, назовете свое имя и количество сексуальных партнеров. Че? И не надо спрашивать, зачем. Это просто опрос. Все это также сопровождалось сценами, где Гарфилд сверлил голову Джона. И вот начали выходить новые видео. Но теперь создатели не довольствовались обычными ремейками комикс-сценок. Нет, они показывали поиски глубинного смысла в Гарфилде. Особенно примечателен... Чего? Куда это вы так зарылись-то? Толик, где собака Оди надевает пакет на голову, становится иконой моды, но не справляется с вниманием и славой, что обрушилась на него, кончала с собой, после чего лично Гарфилд не пускал пса в рай и отправлял Оди в ад, где его ждали жуткие версии Джона. Блядь. А как вам видео, где Гарфилд вместе с извивающейся мышью в белье тусует под трек 50-сента? Как говорится, если ваша вечеринка не похожа на эту, то даже не думайте меня звать. Но, разумеется, вас все еще беспокоит вопрос, а к чему вообще все это? Последнее видео на канале Лазанья Кот вышло под названием Результаты сексуального опроса. И оно шло 4 часа 40 минут. В этом ролике Джон открывал дверь, видел манекен и слушал запись с ответом на тот самый вопрос. И потом то же самое делал Гарфилд, потом Оди. И так заново. И снова появлялись только новые ответы на тот самый интимный вопрос. Представьте, какие-то люди действительно 4 часа смотрели это и слушали про личную жизнь неизвестных им людей снова и снова. И когда под конец видео информация для них окончательно превратилась в белый шум, произошло вот это. Постаревший Джон видит настоящего кота вместо привычного нам Гарфилда, идёт по пустому городу и параллельно мы слышим слова создателя Гарфилда Джима Дэвиса про то, что они с Гарфилдом противоположности. Люди, похожие на манекена, поставляют Джону чемодан, в котором находится мёртвый высохший кот. Видимо, это сам Гарфилд. После чего Джон телепортируется во враг, встречает шамана, который будто является человеческой версией Гарфилда. Он слышит ему какие-то слова, после чего Джон исчезает. Мы видим на его месте червей, и всё это происходит под цитаты создателя Гарфилда про то, что Гарфилд смешит его, а значит, он насмешит и вас. Потом мы переключаемся на девушку, что рожает мертворождённого ребёнка в школьном туалете прямо в унитаз. Потом она уходит, и в последний момент ребёнок открывает глаза. Рядом с ним кот, сам он в стандартном костюме Джона, и экран полностью заполняется оранжевым цветом. Чего? Круг замкнулся. Какого хера? Это чё за... Чё это за укулин от хаоса? Чё? Чего? Не то, чтобы стало сильно понятнее, но стало точно более жутко. Вернёмся к Гарфилду без Гарфилда. Исключив кота с его комментариями из повествования, читатель понимает, что комикс оказывается вовсе не смешной. Он довольно печальный и депрессивный. Но самое страшное, что Джон находится в бесконечной петле убогой жизни, которую он не может изменить. И в конце концов, всё начнётся заново. Так же, как и комикс, Гарфилд уже больше 40 лет почти не выходит за пределы своих трёх панелек. И развивается по одной и той же однообразной формуле. Бытует мнение, что создатели лазанья кота хотели сказать, что детища Джима Дэвиса переоценено. Оно не особо смешное, скорее грустное. Комикс называется Гарфилд. Но давайте посмотрим на всё с перспективы Джона, который испытывает неудачу за неудачей и получает, ко всему прочему, скабрезные и унизительные комментарии Гарфилда на всё это. Хотя, получает ли? Посмотрите на облачки с текстом Гарфилда. Такие облака в комиксах обозначают мысли. У Джона и Гарфилда нет прямого диалога. О телепатии Джон вроде бы не обладает. Мы можем предполагать, что Джон как бы интуитивно догадывается, что хочет сказать ему Гарфилд. И его внутренний голос явно доносит, что ничего хорошего, потому что Джон – ничтожество. И сам это прекрасно понимает. Сопхарм? Всё это вылилось в огромное количество жутких рисунков с Гарфилдом. Показательным является вот этот комикс, где Джон просыпается и понимает, что Гарфилд буквально съел его дом, не оставив ему ни капли пространства. Но всё, что кот может сказать на это… На других рисунках Джон отчаянно прячется от Гарфилда, который всё равно чует своего хозяина. На многих изображениях Джон настолько мал, что ты понимаешь, что у него нет никакого шанса сбежать. Он настолько незначим на фоне этого ужаса, что смотря на это ты понимаешь… Мне просто интересно, а что было в головах у людей, которые создали вот настолько криповые, настолько криповые образы Гарфилда? Ему не победить. Это реально выглядит как монстр из прям, понимаете, такого очень крутого хоррора. Как бы он ни старался. Ещё есть комикс, где Джон приходит к выводу, что единственный способ спастись от Гарфилда – это лишить себя жизни. Бедняга Джон совершает это ужасное действие, но Гарфилд всё равно возвращает его к жизни, как бы говоря, что судьба Джона ему не принадлежит, и его кошмар никогда не закончится. А к чему были эти постоянные упоминания Джима Дэвиса в конце каждого выпуска «Лазанья кота»? А вот тут мы подходим к, возможно, самому интересному. Ну-ка-с. Создатель Гарфилда не раз упоминал в интервью, что ассоциирует себя именно с Джоном. Ещё до сделавшего Джима знаменитым Гарфилда выходил комикс под названием «Джон». Это был персонаж, олицетворяющий самого Джима. Он ведь тоже карикатурист, выросший на ферме. Через этого героя Джим пытался выразить своё недовольство касательно того, куда шла индустрия комиксов. Джон был неким рупором Джима, его аватаром. Но так уж получилось, что читателям больше зашёл питомец Джона – Гарфилд. И со временем история про Джона превратилась в историю про Гарфилда. Сам Джон стал просто дополнением к популярному коту. И со временем деградировал, превращаясь во всё более жалкое зрелище. Творение поглотило проекцию творца. Джим Дэвис сделал на Гарфилде целое состояние. Но точно ли он возвышается над своим зрелищем? Или он просто заложник бесконечной петли шуток? На самом деле кажется, что там у него есть своя муза. Но кто понял, тот понял. Потому что... Хотя нет, я не хочу вспоминать про тот этот... АРГ. Про ненависть к понедельникам, лазанью и унижением Джона. Не находится ли Джим в той же ловушке, что и персонаж, в которого он по злой иронии заложил свои черты? Я советую вам попробовать почитать Гарфилда сейчас. Будете ли вы ассоциировать себя с циничным котом, который плюёт на всё? Или же с несчастным Джоном, который не смог стать счастливым? Не смог реализоваться в жизни? Но продолжает выслушивать упрёки в свой адрес, которая, возможно, доносит его подсознание, тонущее в бесконечном самобичевании? Ответ на этот вопрос может вам не понравиться. Джон. Ой, блядь. А, ну это нормально, он просто без глаз. А, а, бля, а, а, бля, а, бля. Ну а с вами был Акр, ставьте лайк. Такой пиздец, ребят, а вот такой вот он Гарфилд. Жуткий, криповый, но всё ещё наш замечательный, билый котик. Я поражаюсь тому, что во что интернет может превратить на этих самых безобидных персонажей. То сексуализировать их, то превратить их в такую хрень, которая вас сожрёт ночью, если вы под кровать опустите руку, или ещё что-нибудь. В общем, это интернет. Ладно, хотя, кого я обманываю, как говорится, ещё до интернета люди, знаете, признавали таким обычным персонажам демонические образы и прочее, 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 прочее. Но спасибо Акру за раскрытие данной темы, именно про канал Вазани Джон я не особо знал, и, конечно, блин, последняя серия, концовочка-то вообще жизнь какая-то у меня прям, блин, аж стала не по себе. В общем, спасибо, приспект, лайк, спокойной ночи, дружки-пирожки. Субтитры создавал DimaTorzok